так ну а здесь я готовлю рассольник рассольник необычный да 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 это рассольник вкуснейший мы любим очень его с мужем уже готов в принципе у меня уже все тут выключила на докипает сейчас зелень сюда брошу и вкуснятина зеленый лук сейчас достану всю зелень из морозилки которые заморожены у меня но он здесь необычный во-первых он из сердечек вот они куриные сердечки очень любим суп из потрошков и здесь есть еще печень куриная и цветная капуста вот она если вы посмотрите на мелкие мелкие я качанчики разломала значит сначала что я сделала потушила не поджарила потушила суб продукты ну вот и сердечки и печень добавила потом туда лучку морковки сельдерея черешкова все это как следует потушила затем добавила моих замороженных перчиков измельченных до затем добавила одну колобашечку томатной пасты не томатной пасты пюре томатное замороженное в силиконовых формочках я вам тоже показывала туда добавила все это потушилась и затем и залила водичкой и только потом отдельно я натерла огурчиков солененьких до и добавила сюда рис до рис добавил риса немногое добавила чуть-чуть добавляя цветную капусту я забыла сказать я пережарила вместе с овощами и с мясом то есть когда сначала потушилась мясо я добавляла туда морковь и лук вот тогда я чуть чуть позже добавила и цветную капусту колобашечка она тоже потушилась поджарилась так вкусненько получается просто прелесть замечательный суп всем советую и потом только я натираю на терке кабачки и ой простите кабачки заговорилась огурчики и сюда все кладу теперь если вы посмотрите один этот остался черный перчик это у меня рассол с и томатов которые со сливами посмотрите какой рассол и заливаю я сюда чашку рассола вот так вот я довела целую кастрюлю супа под конец сейчас я включу и буду доготавливать скипит буквально минуты 1 2 проверяю на вкус довожу до вкуса так сказать и посмотрите какая вкуснятина суп готов на выходные мы будем сыты и довольны вот как то так дорогие друзья я думаю вы услышали как я готовила сейчас добавлю сейчас потушится потом зеленушечки добавлю вот но мы сейчас доедаем сейчас я покажу вам доедаем борщик я готовила еще борщ с фасолькой вот он вот с мясом вот мясо видите сколько кусками прямо мясо индейки и мы доедаем вот остатки как раз на две тарелки мы с мужем покушаем вскипела все я прокипятила вот а это у нас на выходные артем будет три дня может и четыре дома поэтому готовлю вкуснятину вот к этой вкуснятины я добавлю это будет как самое главное блюдо а гарнир посмотрю что желаю вот такой гарнирчик сделать вытащила вот такие шикарные эликея из твердых стартов пшеницы вот хочу отварить их из твердых стартов пшеницы очень классная вещь отварю и подам вот эту вкуснятину конечно же открою баночку томатов с виноградом последняя банка с удовольствием первую очередь съели только сейчас мы закончили помидоры со сливами трехлитровый банк в общем каждый раз кушаем артем есть меньше конечно чем я я ем прямо могу пол банки за раз потому что там никаких уксусов нету там если есть где-то уксус то вообще столовая ложка все эти рецепты у меня есть на канале гостях у елены некоторые тех годов и вкусная минутка с еленой сейчас я туда не выпускаю еще раз повторяюсь видео не считаю нужным потому что просмотров не будет свой труд и хочу ценить так что такие дела вот такое сегодня планируем вот видите сейчас вот скипает я сейчас буду доводить до вкуса и в конце сельдерей у меня есть замороженный потом любисток вот как получается любистком обожаю укроп петрушка всего по чуть-чуть положу зелененький лучочек я уже добавила у меня есть еще есть замороженный зеленый лук но этот лук из с подоконника я нарезала все девочки отключаюсь потому что мне кипятить долго не надо вот сейчас уже буду доводить до вкуса ну что ж дорогие друзья хочу поделиться с вами тем что готовила показывала вам в прошлом влоги вот такой воскресный вкусный обед и еще раз хочу сказать мы не кушаем первое и второе сразу у нас рассольничек есть мы потом будем кушать рассольник мы кушаем ну к примеру два часа вот это можем четыре или пять покушать суп или же наоборот как тем всем привет ну вот то что я вам говорила то я и приготовила рулетики вкуснейшие это я приготовила салат из ананасов а это мой салатик еще остался вот я покушала еще одна порция осталась который я ем артем это может буквально может быть два раза вот так вилочкой воткнуть и все ну чё ты доволен обедом конечно приятного аппетита до приятного любимым и вам кто если за столом сидит все будем кушать и будем общаться давай попробуй а я тебе ножички не дала тебе ножик дать для рулетиков надо сейчас секундочку держи разрезаем он сейчас ну конечно он рулеты эти кушал просто именно это при готовой тает во рту и не нарезать вот я специально смотрите тает во рту внутри морковка это говяжьи рулетики вот так я готовлю их вот в мультиварке сначала поджарю я вам показывала до того что до той степени пока она во рту прямо раз рассыпается так любит артем дать вам всегда просят такие ну те что мы запекаем духовке рулетики вот я делала их потом вот те что я заморозила тебе помню все вот ты их берешь по одному и разогреваешь их можно кушать еще как закуску нарезать вот так вот долечками расставлять я вам показывала а вот эти я готовлю вот именно с подливой вот так потом тушу его это мясо эту говядину или даже можно свинину вот в этом соусе в этой подливе он такой пропитывается а там тоже рулеты но другого плана то есть можно холодным как колбасу так нарезать то есть поняли что я хотел сказать все приятного аппетита нам и вам тоже как сказал артем друзья доброе утро это воскресный день сегодня воскресенье и я вот этот кусочек кадра хочу начать и вот с этой красоты вы помните что каждый год у меня такая красота для поднятия настроения они были по скидке по 75 рублей сейчас покажу общий заказ мой артему который он привез покупки покупка была в леруа merlin вот такие красивые примуки значит такой сорт такой 2 вот он купил будем говорить такой сорт такой сорт такой сорт такой сорт вот такой сорт вот такой сорт и вот такой сорт таких вот два и таких вот 2 9 штук хочу обрезать до некоторые вот есть с такими листочками обрежу обработаю но только по цветочкам не буду аккуратненько отодвину фитовермом обработаю я сегодня буду все обрабатывать посмотрите как расцвел посмотрите какой он красивый декабрист видите я вам показывала кадр когда вот делала перевалку не сейчас показываю и вот такой вот этот оранжевый с каймой вот этот оранжевый этот розовый с каймой этот красный а вот этот белый вот видите вот раз сорт два три четыре вида и пятый вид у меня был маленький он что-то никак никак не шел тоже очень красивый но я его начеренковала а маточник выкинула вот он такой маленький я по обрезала у него много всего и вот он пропал у меня из-за этого ну не совсем пропал маленький был я все обрезала убрала вот я их тоже все видите вытащила в этих же горшки потому что очень маленькие значит растения и я в маленькие горшки вот смотрите ничего с ним не случилось я вчера вытащила вытряхнула всю землю до корней и заново посадила казалось бы скинет ли и цветы или еще что то нет вот он вот это сейчас утро вот я это уже делала прекрасно сейчас по весне вот это сделать вот он тоже видите снова земелькой и все посмотрите сколько здесь бутонов жалко что я не смогу наслаждаться ими потому что унесем сейчас здесь у меня будет рассада посмотрим как вот запустим теплицу погода мешает очень холодная погода поэтому не могу не могу оставить вот у меня еще сюда бы я рассаду поставила вот это не знаю куда тоже деть но это здесь будет вон там черенки у меня вот видите вон они все сзади тоже тоже места нету нет у меня места для растений нет у меня подоконников вот у меня что здесь прихожей комнате где спим маленький подоконничек это у меня сейчас пока там перчики стоят вот так что сейчас сделаю я уже вам сказал вот обрежу вот эти вот это вот были хорошие листья просто забитая забитый салон было артема с покупками которые нельзя в кузов ставить было и питание и все и вот упали они и вот некоторые вот так вот поломались но ничего страшно я листочки уберу тут очень много листочков постоянно появляется у них вы знаете приму к очень хорошо развивается вот и очень много видите там она пойдет еще цвести видите сколько бутонов там внутри возле калина бульдонеж у меня растут те которые я высадила еще с квартиры они прекрасно цветут я вам показываю значит когда я подклод минус один почему не надо было там их посадить я просто подкладывала туда побольше земли добавляла перегноя земли и засыпала серединку а этого нельзя делать теперь они у меня будут на горке там где только вот такие вот растения до чтоб они цвели как-то буду красиво миксовать них примала у меня есть весенняя который в огороде уже давно у меня она будет свисти я вам показывал красивое пятно вот там вот я где машина вот полностью я опять это целый такой большой альпинарий будет он у меня в этом году я его разовью побольше и туда высажу все это вам буду показывать если позволит youtube но вконтакты буду небольшие если возможно будут видео там выпускать коротенькие там показывать что-то будем как-то будем жить сейчас вот собираюсь вам делать видео значит обрежу и вот в эту красивую корзину вот так вот их поставлю они у меня будут здесь буду радоваться ими или же вот здесь поставлю вот тоже стоит бедненький здесь это у меня черенки я начеренковала хризантему вот видите на черенковала красоту это у меня мультифлора и корейка вот у меня два вида но мультифлора больше мне нравится корейка нравится меньше вот черенки в воде в воде я вам показывала этот способ. Просто она прекраснейший. Я нарезала их, потому что уже растет она вовсю. Вовсю растет там. Так. Вот такие у меня подарочки от Артема были. Вот. Крема. Это очень дорогая косметика. У меня ее очень много. И гелия. Мы постоянно там приобретаем гелий у меня. В общем, хорошая косметика. И там я детям покупаю в подарки. Вот. Дорогой такой подарок. Подарки в этом году в основном у меня были деньгами, девочки. Сразу скажу, потому что ну, сами понимаете, вот этот что творится в мире. И все подарили мне деньгами, чтобы как-то украсить. Ну, и не только украсить мое состояние, потому что оно у всех такое. Сейчас все за все переживают. И во всем мире так. Во всем кругом. Не только. Если на Украине война, то у нас по-другому все сказывается. Нам нужно все это пережить. Поэтому все эти подарки деньгами я трачу для своих растений. На развитие будущего. Вот. Понимаете. То есть на рынок выходить буду. И я должна вытащить хорошие растения туда. И вот стараюсь их как следует. И земельки. Сейчас покажу вам, Артем, что купил по заказу моему. Здесь вот у меня салфетка красивая. А там у меня застелена пленка. Потому что там есть дренажное отверстие. И я буду потихонечку, точечно грушей поливать и подкармливать их. Комплексным минеральным удобрением. Да можно любым для цветущих растений. В принципе. Я так всегда подкармливала. И им достаточно этого всего. Одна штука не поместилась. Вот такая. А все здесь. Видите, вот две я поставила. Красавные. Все обрезала. Обработала. Пролила земельку и по листочкам обработала. Вот так вот аккуратненько цветочки в сторону отодвигала и опрыскивала. Фитовермум. Раза три обработаю. Вот я все сегодня опрыскала. Все. Уже подсохли. Я решила уже в корзину их положить уже вечерок. И вам ну как вечерок. Думала, так быстро время прошло. Сейчас посмотрела. Всего лишь два часа дня. Столько дел сделала с утра раннего. Ими утром рано занималась. Друзья, я вас приветствую на своем канале. Приветствую вас, дорогие друзья. Вы на канале Деревенская жизнь нуля. В гостях у Елены. И сегодня хочу на влоговом канале показать вам рецептик, как я делаю пирог из лаваша. Пироги из лавашей я делаю очень часто и с различной начинкой. Сегодня я буду делать из брынзы и сыр сулугуни. Это будет начинка. Два сыра. Ну, сыр и брынза. Здесь у меня три яйца для заливки и сметана. Я внизу в описании под видео напишу рецептик. Так будет проще, сколько, что я и израсходовала. Значит, сейчас сюда я натру сыр и брынзу. Затем забью яйца и смешаю сметану. Вот так. Ну, а потом, конечно, приготовлю вот эти листья из лаваша. У меня он пролежал дня, два дня, да. И он немножечко, видите, подсох где-нибудь, хоть и лежал в холодильнике. Но это ничего страшного. Из лаваша можно прям пирог делать из кусочков, прямо его ломать и послойно с начинкой переслаивать. Я вам уже показывала. Это тоже очень вкусно получается. Необязательно, чтобы они были, эти листья целые, чтобы можно было что-то скрутить, свернуть. По-любому можно. Даже и вот такие вот немножечко края раскрошились. И этот сломанный можно собрать и сделать пирог. Потому что после выпечки он будет очень красивый. Выпечка, начинка и заливка все скрасит. И выпечка получится красивая. Итак, сейчас буду натирать и смешивать. Субтитры создавал DimaTorzok форму берете любую, какую пожелаете. Нарезала лаваш. Он вот такой вот длинный. Напополам я его разрезала. И сейчас посмотрите, как я буду делать. Натерла сулугуни, натерла брынзу. Вот вы все это видели. Обязательно нужно налить себе подсолнечное масло для того, чтобы мы могли смазать листья лаваша. Итак, вот так вот укладываем. Смазываем, пожалуй, не запеченным сильно снизу. Вот так. Он уже тут запеченный. И сверху просто смазываем лаваш. Это для того, чтобы он не получился сухим. Я думаю, вы понимаете, для чего я это делаю. Вот так. И теперь выкладываем начинку. Вот так. В начинку можно сделать и мягенькую, прям натереть все вместе, смешать и сделать как заливку. и так можно. Так, теперь немного брынзы. Вот так. Можно сюда укропчик, но я не буду этот раз делать. В прошлый раз я делала с укропчиком. Так, теперь вот эти края я вот так вот раз и вот, которые внаружу выходили. Вот так вот прикрепляю и тоже вот так вот смажу. Вот так. Смазать надо их. Здесь красота не нужна. Она все равно у вас потом будет. Безусловно. Дальше. Беру следующий. Вот так. Точно так же кладу. Можно вот так вот его и потом этот слой согнуть и тоже его смазать. То есть даже не парьтесь по поводу, чтобы там ровно что-то. На праздник, да, это безусловно свежий лаваш, чтобы он не крошился. Вот. Пожалуйста. Все будет замечательно. А так вот я сейчас просто готовлю себе и мужу. Но, тем не менее, повторяясь, все по-прежнему будет вкусно и красиво. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok И так, дорогие друзья, вы видели, как я собирала пирог. Как видите, все отлично. И после всего мы заливаем яично-сметанной смесью. Друзья, это очень вкусно. Поверьте мне, я уже не раз давала вам такие рецепты. Каждый раз я что-то меняю, добавляю. И, конечно же, делюсь с вами. Вот так вот. Пропускайте везде заливку. Вот так. И нужно оставить на минут 10. Вот так. Вы сами увидите, когда пирог, ну, тесто, будем так говорить, образно, тесто, но это, конечно, лаваш. Можно, кстати, из теста делать соль, вода, яйцо и все. И мука. Вот вам и листья для пирога. Итак, надо оставить, пока вот этот льезон, эта заливка не пропитается. Вы увидите, что лаваши будут мягкие-мягкие, нежные-нежные. Поверьте мне, это я выявила путем приготовления очень часто таких пирогов. Что лучше оставить, чтобы пропитались листы лаваша вот этой заливкой. Тогда получается нежный-нежный-нежный он. Ну, что ж, друзья, и как всегда, сверху я посыпаю кунжутом. Это очень вкусно. И ставим выпекать в разогретую духовку 200 градусов 15-20 минут. Но это вы должны посмотреть сами, как там у вас будет ваша духовка выпекать. Я ставлю, у меня электрический духовой шкаф, я ставлю позицию посередине, вверх-вниз с обдувом. Так, ну что же, пирог готов. Посмотрите, какой он красивый. Вот такой вот он получается. Видите? Сейчас вытащу на решетку, дам остыть. И у нас сегодня баня. мы идем в баню и будем пить чай с родными. Музыка. 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 Музыка.